Церковь, слава Богу за всех нас, слава Богу, что я здесь стою, на этом месте. Я много раз был рядом со смертью, много раз было даже, что умер, меня врачи откачивали неделями. В общем, зовут меня Ильгар Гаджиев, я женат 28 лет, в этом зале у меня супруга моя, трое моих сыновей, но у меня шестеро детей, троих дочерей с нами нет. Первая дочь, она с Господом, мы потеряли, через это супруга моя пришла к Господу. И начался наш долгий путь к Господу. Но я благодарен Господу, что Господь Бог даром, как был Псалом, дает спасение, даром дает прощение. Это про мою жизнь и про то, что Господь Бог любит и не оценивает нас ни за богатство, ни за какие-то наши дела. Он просто нас любит. Когда мы просто открываем свое сердце, направляемся к Нему, и даже не часто, не всегда направляемся, Он все равно ждет, ищет нас и любит нас. Мы с супругой моей, этому свидетели нашему Господу, потому что мы оба с мусульманской семьи, но супруга даже больше, она с Дагестана, и даже она училась в мечети, в медресе, там курсы проходила. Я больше могу сказать, из светских мусульман, я не ходил в мечеть, не молился по пять раз. Ну, я знал, что есть Аллах, знал, что есть Бог, знал, что все это понимал, но не был таким яростным, не ходил за Аллахом, так как много раз видел, разочаровывался, и проходили моменты жизни, когда ты ищешь высшую силу, но ты не понимаешь, где она. И каждый раз, когда я искал нашего Господа, Господь Бог показывал разные чудеса. И то, что мы сегодня, бывшие мусульмане, спасены, на это слава Господу. Потому что много мусульман сегодня глаза затуманены, они, хотя то, что знают, они очень верны, они чтят, понимают, но находятся в большом заблуждении. Поэтому мы молимся супругой всегда за наших братьев, сестер, и у нее есть неспасенные, и у меня есть неспасенные. И поэтому, как мы пришли к нашему Господу, мы просим, чтобы Господь Бог также открыл их сердца и привел ко спасению. Так как мы все знаем, что нам всем будет тяжело и плохо, когда мы будем знать, что наши родные, мы где-то с одной стороны, а наша семья, близкие, братья, которые по плоти с нами родились, они находятся в другой стороне. Хочу сказать, что вы благословенный народ, мы все вместе благословенный народ, который знает живого Господа. И чудеса Господа, они и сегодня есть, и вчера. Потому что два года назад перед моим покаянием я долго сопротивлялся, долго шел. Но у меня и у моей супруги есть свидетельство на интернете, с Алексом Шевченко у меня есть. У супруги я, чтобы сегодня долго не буду вам рассказывать, я просто скажу моменты основные, как Бог привел нас к себе, как призвал супругу, как призвал меня, призывал. Я долго сопротивлялся, но все равно Господь привел меня, и я благодарю его за это, и слава ему. Когда мы женились, мне был 21 год, супруге было 15 лет. Так получилось, что по всем кавказским обычаям супруга не любит, когда я это говорю. Я по ее согласию, не был только папа согласен, мама-то все были согласны, я ее украл. Да, ну, я думаю, что это самый лучший дар был в моей жизни, и от Господа. Я хочу поблагодарить Господа за свою семью, поблагодарить за все, что Он сделал в нашей жизни. И с этого дня у нас начались долгие походы, поиск Господу. Она всегда с детства знала, искала Господа, в отличие от меня. И когда мы поженились, у нас 4 года не было детей. Бог дал нам ребенка, дал радость, но эта радость была очень короткой. Мы через 2 месяца потеряли ребенка. И вы поймите, какой стресс и что происходило в нашей жизни, в нашей голове. Супруга в это время начала искать, ну, до этого она, когда просила 4 года, она и в мечеть ходила, и в разные, ну, в общем, мусульманские, куда можно позволяют места. Я ходила, искала, молилась, чтобы Бог дал нам ребенка. Бог дал нам ребенка, но произошло в это время ужасные события. Я перевернулся в машине, остался, улетел с обрыва и остался живым. Это чудо Господнее. Когда я летел в это время, у меня был разговор прямой, вот, всевышний. И я говорил, что для чего ты мне дал жену, дал семью, дал богатство, дал ребенка, и для чего меня забираешь? И когда я об этом обсуждал, я в это время, машина оказалась на колесах. И я доехал на этой же машине до дому, когда видели все, супруга первая, когда видела машину, никто не верил, что в таком состоянии может быть человек живой в машине. Но на все слава Господу. Господь Бог велик. И нас любит даже, когда мы не верны Ему. Мы часто, наши братья христиане путают, говорят, мы хорошие, как фарисеи. Бог нас любит, мы все исполняем. А вот эти грешники, они вот такие плохие. Нет, Бог любит всех нас. Это я свидетель тому, потому что в то время я не был святым и не ходил там по святым местам. Жил, как все мирские люди. Цель была большая – зарабатывать деньги, иметь богатство, достояние, там все земные достояния. Бог все это давал мне, видя мое сердце, зная мое сердце, это давал. Когда мы потеряли ребенка, в общем, я ушел в другие грани. Я ушел от злости к Богу, от нервов. Начал пить, начал употреблять наркотики. А супруга в это время встретилась с Господом. Встретилась с Господом, она через мою сестру. Сестра моя старшая пришла. Она знала, что она ищет Бога. И по секрету, ну, как-нибудь, может, она вам сама посвидетельствует супругу. Я не буду долго за нее рассказывать. И она рассказала про Христа. В общем, с этого дня супруга начала искать общение, искать понимание, кто это такой, этот Христос, который спас мир, взял всех грех на себя. И она начала просить Господа Иисуса Христа, если ты тот, ты знаешь наши сложности, мы потеряли ребенка, дай мне сына, и я поверю в тебя, уверую в тебя. И Господь Бог долго не пришлось ждать. Через два года дал нам сына, зовут его Давид. И имя его очень интересно пришло к нам в семью. И, Давид, пожалуйста, пристань на ноги. А вот у него еще наш младший сын, который в Америке родился. Встань, пожалуйста, на ноги, дай. Это старший сын, который Господь Бог подарил нам. И у нас, ну, как я сказал, три сына и три дочери. В это время, когда супруга забеременела, она подходит ко мне и говорит, что, Ильгар, я забеременела, мне Господь Бог показал, что ее сына должна назвать Давидом. Я, во-первых, сперва на нее посмотрел, как на сумасшедшую. Где тебе и когда, как Господь Бог тебе сказал? Что за это? Что за фантазии пошли? Ну, я как человек просто. Она опять говорит, нет, мне Бог сказал, что надо имя, чтобы сыну мы дали Давид. И подходит один раз ко мне и говорит, что, ну, давай, пожалуйста, я, говорит, Библию прочитал про жребий. Если ты хотя бы дай шанс, жребий мы это вытянем. Если попадет это имя, то мы назовем, да. Ну, я, чтобы отмазаться, честно говорю, перед Господом. Ну, хорошо, давай, все равно, чтобы не вышло, все равно назову, как я назову своего ребенка. Ну, в общем, собрались. Мама моя, сона, супруга моя, сестры, и написали много разных имен. И я помню это, да. Я сам все смотрел, читал, положили все это, да. Я не помню, блюдце или во что положили, начали это, да, крутить. И я сам для убедительности, чтобы сказать, что, ну, какой Бог тебе сказал. Достаю, вот прям таким намерением я прям это доставал. Достаю, открываю Давид. Я так все прочитали Давид, и я говорю, да, не может так. Я говорю, три раза, если будет, будем дальше смотреть. Опять заворачиваю все эти, начинаю все, опять достаю Давид. Я такой уже немножко задумался, что кто такой этот Иисус. Думаю, что третий раз, ну, точно не будет. Джекпот три раза не бывает, но так как я в миру жил, знаю, как это работает, и финансы, и казино, и все. Ну, достаю третий раз, опять Господь Бог говорит, что я могу и три, и триста раз. Слава Богу Ему. Я, как гордый человек, опять сказал, что все это ерунда, не буду я этот называть Давидом. Ну, в общем, пару месяцев прошло, супруга родила. В общем, у меня радость. Я там со своими друзьями, с чиновниками, с бизнесменами, там, я не знаю, с бандитами, отмечаю рождение сына. И там весь ресторан закрыли, радость там, все. И вечер уже, я прошу прощения у Господа, я в руках бокал коньяка, и я музыканту кричу, что давай, тост за Давида. Я проговариваю, даже в алкогольном состоянии, Дух Святой проговорил через меня, и я говорю, это да, ну, все там, радость, все, и ночью, в два часа ночи, или в три часа ночи, это приезжаем в роддом, ну, там, на веселе, сопровождение, все там, как богатые, мирские люди, как живут, все так было сделано. И я кричу, это да, сона, сона, она там, ну, понятно, весь роддом спит там уже два часа, ну, может, кто-то не спит, кто-то рожает в это время, но дети уже, это, сона с окна это смотрит. Я говорю, как там Давид? Я думаю, что она тоже, этот, пережила в этот момент слезы, радости и всего, что Господь Бог даже через гордых людей говорит и дает то, что Он обещал, Господь Бог верный. Я хочу на самом деле сегодня поговорить о верности Господа, что я по отношению к Господу вел себя так и отрицал, ну, не то, что я знал, что есть Бог, но я не знал Троицу Святую, я всегда искал Бога, я не говорю, что я жил там правильно, по законам каким-то, но по совести я жил. Даже когда, находясь в миру, я по совести, совесть обличала меня, когда я делал что-то не то. Поэтому люди, которые живут в миру, я думаю, что Бог через совесть с ними работает, ведет их. В общем, пошла, слава Богу, у нас жизнь, Бог благословил после этого, дочка родилась через год у нас, я Богу это дал слово, когда что, вот что, сын родится, я наркотики брошу, все, ну, как мы все это часто даем слово Богу, но не всегда выполняем. И сын родился, ну, я радость, как бросить это наркотики, когда радость такая, этот сын родился. В общем, это два года, борьба шла у меня каждый раз. Давал слово, брал слово, давал слово, брал слово. Но в день рождения сына, на два года, когда ему исполнялось, в этот день Господь Бог меня освободил от наркотиков, от сигарет, и слава Богу ему. И вот уже 20 лет, да, скоро будет, как Господь Бог освободил меня от этого. В общем, у нас началась хорошая, прекрасная жизнь. Супруга начала там ходить в церковь, но в церковь тоже она ходила, иногда я ей разрешал, иногда я ей не разрешал. Это в городе Баку, церковь слова жизни, пастор Расим Халилов, мы сейчас дружим, ну, в свидетельстве там есть про него тоже отрывки. И, кстати, недавно этот, я их познакомил с пастором Алексом Шевченко, и они случайно в Турции встретились, звонили оба, благодарили меня за встречу, за знакомство. Но я сейчас не о пастырях, сейчас о главном нашем пастыре идет речь. Я извиняюсь, что иногда ухожу от курса. Слава Богу, в общем, у нас пошла жизнь, и начали моменты, когда мне было стыдно, когда мне начали там друзья мои, чиновники говорить, что ты вроде этот самодостаточный человек, а супруга у тебя христианка. Ну, я встал, собрался, думаю, пойду я посмотрю, куда ходит моя супруга. Пришел, ну, такая же церковь, слава Богу, церковь братья, сестры. Ну, в общем, я там на улице, человек 10, наверное, охранников. Ну, я так жил, образ жизни моей был так. В общем, ну, я, правда, охранникам не разрешил с оружием туда ходить в церковь. Я говорю, вы на улице будьте, все, я посмотрю за ним. И когда началось прославление, все, в один момент я понял, что я стою, плачу. И я не мог понять, что со мной происходит, что вроде такой самодостаточный, гордый человек, и не пойму, что со мной произошло, что я стою прям на прославлении, прям сейчас я это все понимаю, что это Дух Святой касался, когда ко мне, и я начинал себя по-другому ощущать. Не так, как в миру мы, от денег счастья, от другого удовольствия, а какое-то оно приходит моментами, какое-то нападает на тебя, что-то такое, что ты не понимаешь состояние этого всего. Ну, в общем, когда уже началось служение, все, у меня прям уже что-то спокойствие, я сижу, и началось потом, когда молитва, начались на языках молиться. Ну, азербайджанцы тоже, они такие, это люди темпераментные, и еще к тому, что Бог дал, еще могут прибавить, и такой шум начал стоять в церкви, что я такой этот, домой ничего не сказал, приехал, я говорю, я не знаю, что за это, вы, по-моему, не Богу, а в другой стороне кому-то служите, это что за это, что за голоса, что за это. Ну, в общем, опять пошли запреты, и все. Долго не буду говорить, в общем, пришло время, когда супруг ко мне подходит, говорит, что там, я видел, там, Господь Бог мне показал, что над тобой там, тучи, что там проблемы, сложности, а я уже на тот момент миллиардер, я знаю столько президентов, знаю столько бандитов, знаю там, и денег у меня столько, что я уже сам себя, это прости Господи, уже чуть ли не Господом чувствую, я говорю, какие, что может быть со мной, ты о чем говоришь, ты прекрати, пожалуйста, свои эти все разговоры. Ну, в общем, Господь Бог, каждого из нас приводит к себе по-разному, Он знал меня, что очень через большие трудности, только я могу к с нему прийти. Ну, в 2010 году начались трудности, у меня начали отбирать компанию, миллиардную, я сейчас не о том, я не хочу сегодня говорить о тех, просто хочу сказать, что как я к Богу пришел и через какие сложности. Ну, в общем, мы уехали с Азербайджана, потеряли эту компанию, я детей перевез в Швейцарию, ну, Бог вроде как-то это, да, миловал, что меня не посадили, не убили, да, там ситуация была такая, что я не знал, что я смогу с этой республики выехать, или не смогу. В общем, я пошел на сделку с государством, подписал свои акции, и мне разрешили вывезти свою семью. Вывезти семью, мы приехали, детей привезли в Швейцарию, все, и все равно у меня вот эта злость, мирская гордость, что как кто-то смог у меня там забрать компанию, я много не буду рассказывать, там все началось с того, что мне начали предъявлять, что я помогаю церкви, я там финансирую, я не знаю, секту, был случай, когда, ну, церковь сожгли, или еще они делали, я не помню, Сону лучше помнит, церковь ко мне обратилась, ну, я помогал всем, кто обращался, я не был, не сказать, что я десятину хотел платить, или чего, ну, просто как человек, который имеет, я не был жадным, и помогал, ну, и церкви, что в смысле от меня не могло убыть, ну, и мне начали это, власти Азербайджана предъявлять, что я спонсирую секту, там, я не знаю, был какой-то сотрудник, который список доложил, кто финансирует, кто помогает церкви, что, ну, с одной стороны, я был за пасторя, с одной стороны, на него злой, что почему узнали, я вам помог просто, как человек, а с другой стороны, честность пастора, мне тоже понравилась, что всю сумму, которую я дал, он вся церковь получила, это радует, на самом деле, когда пасторя служит истинно Богу, а не другой стороне, спасибо Господу за них, за пасторей таких, ну, в общем, все эти сложности, опять Бог провел, и вроде вот-вот, я должен уже познать его силу, познать, но опять гордость, и все, я опять уехал в Москву, начал опять доказывать, опять достиг больших высот, то же самое, и момент в девятнадцатом году, когда я стоял, день был, когда я стоял, я не знаю, меня посадят, убьют, или убьют вообще, я не знал, и было решение в один день улетать, это было девятнадцатого января, я улетел, я всегда супруге звонил, что купи билет туда-обратно, а в этот день я искал, что билет в один конец, потому что я понимал, что с кем я связан, и что может быть со мной, и когда я приехал, извиняюсь, приехал в Швейцарию, приехал к детям, и был в стрессе, был, потому что я второй раз потерял миллиардную компанию, и у меня уже недовольство к Богу утроились, не удвоились, а утроились, что ты хочешь от меня, что происходит в моей жизни, в общем, по милости Божией, мы 1 августа 2019 года оказались в Америке, и мы уже, вся семья приехали, радостные, все, все оказались вместе, и старшая дочь у меня попросила, говорит, папа, я, говорит, Давиду, брату, сделала подарок на день рождения, можно мы полетим в Швейцарию, оттуда там, в Дубай, там, бой, сын у меня боксер, бой этого, Хабиб, этот, ММС, как он известный, его посмотреть, опять, как сердце отца, дочки, что скажешь, в общем, папа разрешил, хотя сердце что-то другое подсказывало, что нельзя этого делать, в общем, 9 сентября мне звонит супруга, там, сын, дочка, мы оказались в один день, вообще, дети от честности своей, им в Дубай, уже в Абудабе, когда вылетаешь, американская граница, офицер спрашивает, а мы всегда детей учим, что будьте всегда честны, что есть, то и есть, и что вы часто, говорит, в Америку летаете, дети уже, это дочка говорит, я уже в школу поступила, этот сын говорит, мы уже там бизнесом занимаемся, офицер, подожди, у вас это туристическая виза, как вы это все можете делать, ну, в общем, в один день им отменяют визы, сыну, дочке, сын и дочка оказываются в Дубае, супруга оказывается в Швейцарии, а я, младший сын, вот Дамир здесь сидит, ему когда было 6 лет, и дочке 12 лет, втроем остаемся, короче, в Америке, и я понимаю, что ни я не могу к ним попасть, ни они ко мне не могут попасть, и я понимаю, что ни моя власть, ни мои деньги, ничего не работает, ничего, то, что я был всегда уверен в своей власти, в своих деньгах, я понял, что в один момент все это рухнуло, Бог в один момент все инструменты забрал у меня, чтобы я понял, что кто есть единственная власть на этой земле, на небе и везде, но я научился, хочу сказать, что я никогда не умел там ни убирать, ни готовить, ни стирать, так как до этого сперва, слава Богу, за жену, что у меня жена никогда этого не позволяла, слава Богу за возможности, что Бог давал возможности, что сотрудники, работники, не было нужным мне этому учиться, но Бог по-другому думает, мы думаем по-другому, Бог совсем живет по-другому, и я оказался, языка не знаю, людей никого не знаю, в чужой стране, начал учиться, как готовить детям сперва, гладить, стирать, а потом сыну 6 лет, мама так приучила, что он в туалет еще самостоятельно не ходил, я как есть, сейчас Дамир не любит, когда я так говорю, и он мне кричит, пап, пап, с туалета, иди, простите, я такой в шоке, как бы ты что, ну в общем пришлось и этому научиться, Бог ломал мою гордость, проводил через разные вещи, я смирялся, и пытался, и по-разному, злился, нервничал, в 2020 году, это было 4 февраля, я этот день никогда его не забуду, я привез детей со школы, накормил, все это, ну и в этом стрессе даже там и пить, напиться даже нельзя, потому что утром рано надо встать, детей в школу отвезти, 8 утра в школу, потом 2 забрать, в общем, Бог мне везде в рамки, везде вставил такие рамки, что я понял, что уже кто-то мной, не я собой управляю, моя жизнь, мне она уже вообще, потому что я вижу, чем больше я пытаюсь с собой управлять своей гордостью, тем больше я, наоборот, углубляю свою яму больше, попадаю в нее дальше, глубже, глубже и глубже. И 4 февраля, это да, дети, уже я их накормил, все, поднялись в комнату на второй этаж, а я сижу, рядом кошка, там бутылка пива у меня в руках, так сижу и что-то размышляю, и слышу голос, что ты делаешь с собой, что ты творишь с собой, я в панике, я у меня такое, смотрю, знаю, дома никого нет, кроме детей, меня, дети уже спать пошли, на кошку смотрю, в общем, стресс такой, что у меня это, не знаю, этот страх, это первый раз в жизни, когда я смерти даже не боялся, а был страх, когда я не понимал, что происходит, кто говорит со мной, что говорит, откуда голос, и я побежал, знал, где Библия у супруги, это кладовки, нашел эту Библию, достал, и в общем, этот, а она мелкая, забыли я сегодня, супруги, собирались долго к вам, с детьми, когда это, да, забыли Библию, не взяли эту с собой, я ее всегда с собой вожу, в общем, начинаю пытаться, что-то прочесть в этой Библии, что-то, а она мелкая, у супруги, слава Богу, этот, Бог сохранил, зрение хорошее, у меня уже это, потерял это, и я пытаюсь, это, прочитать что-то, в общем, утром дочка просыпается, видит у меня, а я с Библией сплю, вот, видит Библия у меня, и я говорю, Дайна, прочти мне, пожалуйста, это, ну, в общем, Дайна мне это, пыталась это, прочитать, и потом маме звонит, говорит, не пойму, что-то с папой, что-то происходит, говорит, Он говорит, Библию просил меня прочитать. Они всегда прятали все это от меня. Библию, кресты, все. А тут папа сам просит ребенка, у них молитва была всегда в машине, когда они в школу по дороге ехали. В общем, я где-то, наверное, не знаю, неделю, 10 дней не понимал, почему я сплю с Библией, хожу с Библией, пытаюсь прочитать ее, пытаюсь понять ее. И дальше у меня где-то месяца 4 еще таких поисков было, когда я начал смотреть проповедников, начал супруге писать, что, а как вы молитесь? Она не может понять. Я говорю, пошли мне молитвы. Она не может понять, мусульманские мне молитвы посылать или христианские. 20 лет в гонении было от этого от меня. А тут сам просит, говорит, дай молитвы. Но она начала отправлять. Это там «Отче наш». Я сперва начал учить, читать «Отче наш». Долгое время у меня это не мог запомнить, не мог понять для чего. И когда каждый раз читал Библию, не понимал, что притчами разные вещи написаны. Историю, понятно, что я знал историю. Через Коран, через... История общая одна. Просто у каждого своя версия. Ну, 3 июля, в день своего рождения, я находился тогда у себя в комнате. В общем, это было уже в Европе 3 июля, в Америке 2. Я, в общем, понял, что уже, не знаю, сила какая-то меня оберегает, охраняет. И что-то сверхъестественное, которое я не могу понять. Я падаю на колени и прошу Господа Иисуса Христа прощения. Как понимал, я каялся сам, никого рядом не было. Как понимал, просто поднял руки вверху на колени и говорю, прости. Я говорю, я сдаюсь, я больше не могу бороться. Я понял, что я без тебя никто, ничто и зовут меня никак. И с этого дня у меня начались уже такие глубокие поиски. Я начал искать там, встретился мне по этому. Алекс Шевченко, пастор, мне понравился. Я смотрел разных пасторей. Но больше он мне по духу понравился. И я супруге говорю, что напиши или позвони, я хочу там встретиться. Она говорит, у них там много, церковь большая. Если там смогут пастор приметь, то я говорю, да что пастор, это же Богу служит. Я же хочу прийти просто поговорить с ним. Ну, в общем, ей написали, что если душепопечитель нужен, туда может обратиться. Там это, в общем, Алекс Шевченко в это время не встретился с нами. Мы оказались в Лас-Вегасе с дочкой и сыном. Поехали справлять день рождения. В общем, 8 октября, у меня было большое побуждение до 8 октября. 8 октября я уже своими... 18, извиняюсь. 18 октября пришел своими ногами в церковь. Небольшая церковь протестантская. Пастор Вадим Ковжун. И я с детьми захожу. В общем, он меня так принял. Тепло. Брат. Я думаю, о, братья какие хорошие христиане, добрые. Ну, так и есть, слава Богу. Если кто искренне христиан. Значит, там молитва идет. Я тоже... Дочка сидит, смеется. Люди встают молиться. Я тоже встаю, руки поднимаю тоже. Поют. Ну, я тоже читаю. Понятно, что пытаюсь это прочесть. Ну, в общем, как закончилось уже это служение. И молитва за нужды. Ну, я первый подбегаю. Говорю, вот нужды за соединение семьи. Я говорю, остался с детьми, с младшими, и уже вот полтора года никак ничего это не получается, не можем. И адвокаты нанял я кучу, потратил кучу денег. В общем, никак не работает. Ну, в общем, пастор начал молиться. Я уже там начал с него, что слышу, то и повторяю рядом. В общем, хочу сказать, что с того дня, в тот день, я Господу дал слово. Говорю, Господь, Бог, я с этого дня никогда в жизни не будет того дня, чтобы я пропустил служение или церковь. Где буду искать, находить. И слава Богу, только во время ковида, по-моему, не пошел и в церковь. Ну, людей не заражать. Ну, в общем, через два месяца уже, слава Богу, я молился, супругой молились. Супруга эта заполнила свою визу. Слава Богу, она уже здесь сидит. Еще не только здесь сидит, она еще и уже успела за это время подарить нам сына от Господа. Это понятно, слава Богу за все, что Господь Бог благословляет. Мне 49, ей 44. Хочу сказать, что молодым поддержку, что не отчаивайтесь никогда, Господь Бог нам долго не давал. Сейчас, слава Богу, у нас много детей. И за все слава Господу. Я, если вы позволите, одно место писания, притчи Соломона, 31, 10, 23, если сможете включить, я прочитаю. За верность Бога и за верность супруге моей. Она, хочу сказать, что 22 года по сегодняшний день молилась за меня, по 40 дней постилась за меня. Она просто сама может потом как-нибудь вам рассказать. Я сейчас не хочу много времени, чтобы не надоедать вам этот раз. В следующий раз, чтобы вы еще раз могли это позволить, посвидетельствовать за Господом. Поэтому я сейчас прошу. Кто найдет добродетельную жену, цена ей выше жемчугов? Я сейчас сам у себя, наверное, включу, извиняюсь, чтобы прочитать. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов? Уверенное в ней сердце мужа, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом. Во все дни жизни своей добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем, и урочное служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его от плодов рук своих. Наслаждает виноградник. Припоясывает силою через сла свои, укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что знание ее хорошо. Светильник ее не гаснет. И ночью протягивает руки свои, прялки и престы. Ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному. И руку свою подает нуждающему. Не боится служи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойной одежде. Она делает себе ковры, весен и пурпур одеждой ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами с земли. Это слава Богу. Ее житие, ее верность Богу, ее служение меня привело сегодня к Богу. И я благодарю Бога, благодарю вас, что дали мне поговорить, сказать о нем. Мы сейчас с семьей иногда выходим, вместе даже мои партнеры, братья здесь младшие. Иногда выходят, тоже бывает, когда выходим на Голливуд в Лос-Анджелесе или в Лас-Вегасе. И свидетельствуем о Господе, говорим о нем, прославляем имя его, поклоняемся ему. И я бы хотел всех братьев, сестер, детей, старших наших призвать к молитве, помолиться, поблагодарить за верность Бога и за верность близких наших родных людей. Если бы не был Бог верен, я бы точно не был бы здесь. И то же самое Бог дает нам родных людей, которые молятся за нас, которые приводят нас к Господу. И у каждого, кто, если у кого жена, у кого муж, охладел или родственник, что, просто молитесь, доверяйте Господу. И Господь свершит свое чудо. То, что я здесь стою, не то, что у меня дети здесь и сын родился, то, что я здесь стою, это чудо. Потому что я много раз умирал, но Господь Бог врагам моим сказал, нет, что это мой сын, он будет жить и прославлять мое имя вечно. И вся слава ему. Давайте пристанем, поднимем ноги своим. Дорогие братья, сестры, очень рады, что мы сегодня побывали у вас. Большое благословение. Все, что брат Ильга рассказал, это есть истина. И все чудеса, которые Бог... Много чудес было сделано Господом для нас. Как-нибудь обязательно я вам поведаю о всем. Но самое главное, что Бог ответил на мои молитвы, которые были пред Ним представлены в течение 20 лет. Вот это чудо стоит. Бог спас его. Слава Богу. Надеемся, еще будем у вас обязательно. Друзья, давайте короткую молитву совершим. Что Господь Бог работал дальше с этой семьей. И чтобы они были живыми свидетелями. Я помню, как-то наша соседка уверовала, покаялась. Я говорил ей, Надя, то, что ты скажешь, это будет особенно влиять на тех людей, в какой среде ты была. И вы знаете, оно так и было, друзья. Почему? Потому что они знали, кем она была и кем она стала. То давайте совершим эту молитву, чтобы Бог благословил эту семью. Господь, Великий Христ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!